Создание инклюзивного жизненного пространства – одна из главных социальных задач нашего государства. Еще один небольшой, но весомый шаг был сделан накануне. Сразу три учреждения для престарелых и инвалидов первого региона, которые, к слову, скоро будут именоваться социальными пансионатами, получили на баланс новые спецавтомобили МАЗ. Покупка транспорта стала возможной благодаря поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В преддверии празднования Дня независимости мы сегодня вручили три комплекта ключей, получили такие регионы, как Ивацевичий, Брестский район и Кобринский районы. В Брестской области находятся 11 домов-интернатов. В учреждениях социального обслуживания находятся лиц, которые нуждаются в этой помощи, 2493 человека. Поэтому основная наша задача, благодаря таким автомобилям, сделать качество услуг, именно социальных услуг, качественными и доступными. Эта своевременно оказанная помощь позволит, прежде всего, сохранить жизнь и здоровье тех лиц, которые непосредственно находятся в этих учреждениях. Поэтому задача нами выполняется. Спасибо, конечно же, Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь за то, что мы полноценно участвуем в этой программе регулярно и ежегодно. Мы получаем автомобили и надеемся, что в этом году мы еще несколько автомобилей получим. Приятно то, что именно изготавливается данная техника именно на Брестском предприятии, именно на нашем предприятии Брестмаш. Мы уже здесь традиционно вручали не один комплект ключей, поэтому я уверен, что и далее это будет делаться. Транспортные средства, переданные социальным учреждениям, оборудованы всем необходимым. Они предназначены для перевозки 11 пассажиров, в том числе оборудованы двумя местами для инвалидов в креслах-колясках. При необходимости в салоне автомобиля можно стать в полный рост, а для поднятия колясок в салоне установлен подъемный механизм. Стоимость транспорта свыше 186 тысяч рублей. Гарантийный срок для такой нужной техники составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега. В доме-интернате на сегодняшний день проживает 203 человека. Из них 175 человек инвалидов первой и второй группы. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это очень хорошее и радостное мероприятие, потому что этих людей, которые инвалиды первой и второй группы, да есть и пожилые, которые не инвалиды, их надо своевременно где-то доставить в Брест. Есть колясочники у нас, поэтому транспорт этот специально приспособлен. Мы давно заказывали, просили министерство, чтобы для нас такой транспорт именно создали. Но это не значит, что мы только для дома-интерната будем оказывать. У нас есть население, домаческий, сельский совет. Где-то, может, кому-то из города бывает, что надо, и куда-то переместиться. Поэтому эту услугу, я думаю, что мы сможем оказать, когда уже кому-то сильно надо. Два человека инвалидов коляска перевезти – это уже неплохо. И мне сегодня радостно, что вот именно накануне праздника Дня независимости Республики Беларусь, 80-летие освобождения Республики Беларусь, нам вручили эти ценные подарки, которые необходимы. В 2023 году в учреждение социального обслуживания Брестской области поступило шесть таких же автомобилей. Все они произведены на Брестском предприятии «Брестмаш». В этом году промышленный флагман выпустил 23 единицы техники для социальных учреждений, работающих по всей республике. Василина Пуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.